Всем привет! Вы на канале София Стар. Ребята, вот и настал, пожалуй, один из самых мистических праздников в году. Конечно же, это Хэллоуин, корни которого входят к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии. В России к нему относятся неоднократно, но среди молодежи кону Дня Всех Святых очень популярен. Поэтому многие украшают комнату, выбирают макияж, костюм, а некоторые даже готовят эквенные пироги. Но в этом видео мы с вами поговорим о бета-тортиках из Пинтерста, которые выполнены в стиле хэллоуинской тематики. Ну что ж, давайте не будем медлить и сразу же приступим. Из ингредиентов для основы нам понадобится печенье 250 грамм, сливочное масло 80 грамм, для начинки нам понадобится творог мягкий 500 грамм, сметана густая 200 грамм, сахар 150 грамм, яйца 3 штуки и лимонная цендра с одного лимона 1 столовая ложка. Также можно будет взять что-то, чтобы украсить наш тортик. Итак, первый шаг для приготовления, нам нужно будет подготовить все необходимые ингредиенты для приготовления основы. Печенье можете использовать сахарное или бисквитное, с добавками в виде молодых орехов, кусочками шоколада или обычное. Вторым шагом мы должны сливочное масло растопить на медленном огне или в микроволновке и охладить до комнатной температуры. Далее нам нужно будет печенье измельчить в мелкую крошку в блендере. Можете вместо блендера измельчить печенье руками или с помощью скалки. Следующим шагом нам нужно будет растопленное сливочное масло влить в печенье и снова все размешать. Ребята, ну и шестой шаг. Форму для выпечки выстелите смазанным маслом пергаментом для выпечки. Так чизкейк будет удобно вынимать и он не прилипнет. Я использовала разъемную форму диаметром 24 см. Выложите форму печенья и хорошо утрамбуйте, стараясь, чтобы печенье плотно прилегало к стенкам и полужидкая начинка не вытекала. При желании можете сформировать бортики. Пока наша основа охлаждается, мы продолжим. Итак, седьмой шаг. Подготовьте все необходимые ингредиенты для начинки. Чтобы у чизкейка получилась мягкая кремовая начинка, лучше использовать мягкий творог с жирностью от 5 до 9%. Сметана обязательно нужна густая, чтобы в ней ложка стояла. Прежде чем использовать творог и сметану, слейте с них сыворотку, если она есть. Далее в миску выложите мягкий творог. Всыпьте сахар и взбейте миксером до пышности. Итак, десятый шаг. По одному добавляйте яйца, каждый раз взбивая массу до однородности. Яйца могут сильно разжижить массу, особенно если масса и до этого была не очень густая. Поэтому яйца лучше использовать некрупные. Если масса все же получилась очень жидкая, просейте прямо в нее 1 или 2 столовые ложки муки. И перемешайте массу. Оставьте минут на 5-8, чтобы мука разбухла и загустила массу. Муку можно также заменить кукурузным крахмалом. В конце всыпьте лимонную цедру и перемешайте ложкой или лопаткой. Миксер лучше не использовать, так как вся цедра соберется на венчиках. Итоговая масса должна получиться текущей, но не как вода, а слегка вязкой. Поставьте форму с основой на застеленный пергаментом противень. Вылейте начинку на основу из печенья. Она сама разойдется ровным слоем. При этом желательно не сразу выливать всю начинку. Влейте сначала ложкой чуть-чуть вдоль бортика формы, чтобы проверить, будет ли начинка протекать между коржом и формой. Если все нормально, можете выливать всю оставшуюся массу. Выпекайте чизкейк около 1 часа при 170 градусах. Затем дайте постоять в остывающей духовке с открытой дверцей еще 10-15 минут. Поначалу чизкейк сильно поднимется, но по мере остывания он опадет и примет ровную форму. И пятнадцатый шаг. Полностью охладите чизкейк при комнатной температуре. Затем поставьте в холодильник на 6-8 часов для полного охлаждения. По мере охлаждения начинка приобретет плотность классического чизкейка. Казалось бы, наш чизкейк уже готов, но мне хочется его украсить. Поэтому смотрите далее. Поскольку я делаю торт на тему хэллоуинской тематики, я его украшу молочным шоколадом, мармеладными червяками, пауками и даже мармеладными глазами. Также киткатом, поэтому, ребята, смотрите результат, что у меня получится. Субтитры создавал DimaTorzok Ребята, вот такой вот мистический тортик у меня получился. Пишите в комментариях, как вам. Все ссылки и официальный сайт я оставлю в описании под этим видео. А также в комментариях оставлю ингредиенты для этого тортика. На этом все. С вами была я, Софья. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok